МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Я дуже щаслива від того, що наше рубіжне звільнене і залишилося у складі України. Дякую за перегляд! 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 И у него был пистолет, как бура, под мышкой, как у офицеров. Ну, сказать было страшно, как-то, ну, наверное, если были бы автоматы у них, да, мне было бы страшно. А так, ну, я предложила, говорю, кофе будете, американо, эспрессо, ну, как обычные такие названия, да. А он говорит, почему вы матюкаетесь? Вот как сейчас помню, я говорю, я матюкаюсь. Ну, я тогда даже не поняла, что американо, это как-то связано с Америкой, знаете. Ну, это в обиходе же название кофе, да. Вот, они попили кофе, тоже задали мне вопрос, они сидели прям за барной стоечкой и тоже обратили внимание на этот флажок. Вот почему у вас, ну, они корректно разговаривали, без волосей не было, да, не было такой агрессии. Он мне задал вопрос, почему у вас флаг Украины? А я говорю, а какой должен быть? Он говорит, ну, как какой? Или ЛНР, или наш российский. Ну, я как-то так, знаете, вытащила этот флажок, и вот так вот ему в глаза смотрю, вот с этим флажком. Говорю, а вы такой вариант рассматриваете? А он, а что это? Я говорю, это единая Украина. Ну, как-то у меня это все на автопилоте получилось, знаете, как-то вот на эмоциях, что ли. Он тему закрыл. Они не скрывали, что они россияне. Они не скрывали, они сказали, что мы приехали вам помогать, мы приехали, нас позвали. То есть вот такие формулировки использовали. Да, да, и он это самое. Я начала ему задавать вопросы, ну, а как вы видите будущее Украины с вами, потому что наши дети не смогут ни за границу ездить, ничего, мы будем не признанной республикой. Да, зачем вам куда-то ездить, будете только в Россию ездить. Они приходили ко мне четыре дня подряд, иногда даже два раза в день. Но я так поняла, что они то ли социологи, то ли политологи, потому что он на второй день пришел, этот Анатолий, и сказал, вы знаете, меня ваш город не очень порадовал. Я говорю, почему? Ну, у вас 50 на 50, то есть 50 процентов за Россию, 50 за Украину. Я говорю, а вы как хотели? Ну, мы когда к вам ехали, нам сказали, что процент больше за Россию. Я говорю, ну, это не ко мне вопросы, это вопросы в нашу мэрию. Ну, вот с вами плохо работали, то есть не очень сильно у вас такая была агитационная... Они уже ожидали определенный результат. Они отдыхали, да, у них уже были данные, вот, я видела, он ходил все время пешком, то есть они жили тоже в Гиапе, потому что я все время видела, куда они пошли. Я даже помню, но то, что они были, он один раз этот Анатолий попросил деньги положить на счет. Они не знали даже, как, ну, как вот в банкомате, да, пользоваться украинской карточкой. И моя дочка пошла, поклала им денюжки, и там же дают такой квиточек, на какой номер она поклала. Она убрала в джинсы, он не заметил, конечно, все это. Ну, потом у меня были такие ребята, которые выезжали из города, которые, ну, которые мы, скажем, чем могли помогали. Какая там пушечка проехала, хотя же, я говорю, я не понимала, что это. И я позвонила этим ребятам, они были в Харьковской области, передала этот номер телефона. Я их тоже просила, говорю, ребят, ну, может быть, есть кто-то в городе, ну, вот четыре дня подряд ходят русские офицеры, ну, может, можно там как-то тюкнуть лопаточкой, а я тюкнула. Ну, короче, знаете, фантазии были, вот что-то сделать реально. Вот я не знаю, почему, но вот хотелось как-то помочь, хотелось даже вот... Татьяна, ну, вы же много лет прожили в России. Двадцать. Двадцать лет, это очень большой период вашей жизни. Скажите, ну, почему вы не ждали прихода вот так называемого русского мира, которого ждали все люди, которые там не прожили ни дня? Понимаете, я вот давала очень много интервью, и когда мне задавали вопрос, что такое сепаратизм? Я отвечу одним словом. Это, извините, халява. Вот все люди, которые не привыкли работать, ведь надо работать и в России, надо работать и в Америке, а контингент людей, которые не хочет работать, просто не хочет. Не то, что не может. Вот нет желания у человека. А они как думали, наши северодончане, которые ходили на референдум? Они вот думали, что вот они вот тут вот сегодня живут, завтра придет Россия с каким-то там непонятным размером мешочком денег и просто начнет раздавать. Ну, всегда надо надеяться на себя, на свой труд. Если ты работаешь, я работала, я уехала в Россию, мне было 25 лет, и вернулась, когда мне было 45 лет. И, конечно, я не понимала, что будет война, но когда началась война, у меня, я же жила в Сочи, это Кавказ, и у меня было очень много подруг с Абхазии, с Приднестровья, с Грузии. И когда я увидела ситуацию, которая началась у нас в городе, я поняла, что будет точно так же. Мы будем непризнанной республикой. Когда мне звонили подруги из Сочи и спрашивали, Таня, что у вас происходит? Я отвечала одним словом, то же, что у вас было в Приднестровье. И у людей отпадал сразу вопрос, потому что все прекрасно понимали, что один и тот же сценарий. И вот говорят, там, телевидение, там, зомбирование. Ну, меня же не прозомбировали за 20 лет. Я не меняла гражданство, у меня был украинский паспорт. Хотя у меня дочка там закончила московский университет, закончила там русскую школу. Но мы оставались украинцами. Ну, это как мама. Хорошая она там, плохая, неважно какая. Родина — это мама, всё. Мы вернулись сюда. Я даже думала, если бы я даже тогда знала, что у нас война, я думаю, меня бы это не остановило, потому что у меня всё время здесь оставалась квартира, родители. Я всегда хотела вернуться. Вот поэтому, не знаю, для меня, я не понимаю, как люди, вот у меня многие даже родственники, там, сестра, ну как, ты жила в России 20 лет, как ты сейчас? Ты продалась Бендера. Я говорю, подождите, я вернулась на родину, это моя земля, я здесь родилась. Что значит, я кому-то продалась? 22 июля, день 22 июля, для многих североданчан стал особенным. Расскажите, вот, как он проходил для вас 2014 года? Вы знаете, это вот такое счастье, наверное, я даже не могу объяснить, с чем это сравнить. Я помню, что 21 числа у меня напротив кофейни там висели билборды, я уже многим рассказывала, и там был флаг ЛНР. И вот они постепенно, эти кусочки из этого флага отпадали. И я иду на работу 21-го, и последний. А я еще, когда только второй упал, я всегда говорила, вот третий упадет, и нас освободят. Вот действительно так совпало, как в сказке. Я иду на работу 21-го, лежит этот клаптык на земле. Вот, потом я уже вижу видео, что освободили рубежное, пошли вот эти вот первые танки к нам. Единственное, мы не понимали, то ли на Лисичанск первые пойдут освобождать, то ли к нам. Ну, всегда было на подсознательном уровне, я понимала, что нас спасет комбинат. Что нас спасет комбинат. Все-таки химия, и если что-то начнется, то не будет ни нас, ни полобласти. И 22-го я прихожу на работу, конечно, ужасная была ночь, летали самолеты, очень низко, мы не понимали. Нам казалось, что сейчас начнут нас бомбить. Страх был такой, вот знаете. Я пришла на работу, мне звонит дочка, мама, ты что, везде по городу обстрелы? Ну, не в самом городе, а вокруг города. Ну, было очень сильно слышно. Ты зачем пошла на работу? Я говорю, нет, додица, я хочу видеть, как зайдут. Вы открылись в этот день, да? Да, я работала, я каждый день работала. Вот все эти два месяца я работала каждый день. Единственное, мы закрывались уже не в 10, в 8 вечера, потому что, ну, уже ездили такие машины неприятные. Вообще город был полупустой, поэтому мы работали до 8 вечера, но работали. И 22-го, вот, улица полупустая, магазины почти все закрыты вокруг меня. Вот, пустой город, машины не ездят, где-то окраины, обстрелы идут. И мне звонят ребята и говорят, тетя Таня, мы уже возле Современника, через 15 минут мы будем проезжать мимо. И вот эта вот радость, знаете, ну, я не верила. Ну, вот, я выскочила, и вот помню первые машины, помню эти бобики, флаги, машины все грязные, в пыли, мальчишки замученные, я кричу как ненормальная, рядом никого нет, я не понимала, ну, в общем, ну, это вообще неописуемо. Я не могу представить, как это было. Ну, кричала страшно. Потом там начали люди сходиться, что ты кричишь, ну, такие вот настроенные, скажем, против украинской армии. И тут нам буквально, они поехали на ГИАП, ребята, на машинах. И тут буквально в интернете все, что нас уже освободили, что уже висит флаг, что на исполком нужно митинг. Хорошо, у меня всегда в кофейне есть живые цветы, я схватила этот желтый букетик. И вы пошли на площадь? Мы побежали. Мы даже не поехали, мы побежали как-то так польными путями. Как раз мы успели, мы подбежали, увидели Радиевского, увидели, как ему вручают хлеб. Я помню там первый ролик, где я там бегаю по этой площади, не знаю, кому дать цветы, кричим, всех целуем. Ребятки, солдатики стоят такие, ну, чужой город, они такие перепуганные. Я помню бабушек, дедушек, которые подходили им в карманчик, кто там сигареты принес, кто шоколадку, смотрю, кто-то денежку ему в карман. Они же нет, нет, не надо, не надо. Я еще и побежала. Дело в том, что единственное, что я успела взять, я с собой взяла документы. То есть пока мы были в оккупации, я писала заявление, я писала на учителей, на сепаратистов, ну, то, что видела, то, что знала. И нам казалось в этот день, что все. Вот 22-го нас освободили, а 23-го все, в городе начинается мир, порядок. Давайте вместе с нашими зрителями мы просмотрим видео, снятое северодончанами 22-го июля 2014-го года в момент освобождения города Северодонецка. Я знаю, что военные называют вас тетя Таня, а вы их ласково сыночками. Вот скольким ребятам вы стали родной и сколько ребят стали вам родными за этот год? Ой, Галя, посчитать, конечно, наверное, невозможно. Это так получилось случайно, что я их стала сыночками называть, потому что, вы знаете, вот с этой площади, когда мы туда пришли на площадь, и получилось, что я вот на эмоциях, на радости, я стала кричать, я не знала, как им помочь, но я стала кричать, что ребята, у меня кофейня на Гвардейском, я вас всех приглашаю, там кофе-чай бесплатно для вас. Вот знаете, вот как-то вот на эмоциях вот все настолько было. Я помню, когда мы пришли уже с митинга, и на следующий день стали уже патрулировать добровольческие батальоны, первый Чернигов, они стали ходить по улицам. Вы знаете, мы начали работать в первый же день освобождения не до 8 вечера или до 10, как мы раньше работали, до 6 утра, потому что вот ребята ходили, а они же, ну, тоже чужой город. Мы выходили на улицу, у меня там девочка-клиентка, и мы, ребята, вы не бойтесь, вот зайдите, вы будете смотреть, как я нажимаю кнопочку, мы вас не отравим. Ну, вот, ну, как вы знаете, вот как-то старались на улицу, в одноразовых выносили. И вот до 6 утра мы стали работать, потом спали в кофейне с этой Олей, и потом в 11 опять открывались, вот в таком режиме. И вот по сегодняшний день у меня для солдат кофе бесплатно и чай. И называть, знаете, когда в первый день 10 человек пришло, ребят, там, 20, одни уходили, другие приходили. Это было лето, жарко, они приходили ко мне, снимали броники, немножко там кофеёк выпьет, спина у него немножко, это самое, расслабляется, да, он опять одевает этот бронежилет, опять идёт патрулировать, там, через час зайдёт, опять вот посидит. И запомнить все имена, ребят, было невозможно. Я вот сыночек, сыночек, а потом это уже так вошло как-то в привычку, что заходят уже там дяди по 40 лет, а я сыночек, он говорит, ну вообще. Вот, потом некоторые, ну и они же так, если я их называю сыночками, вот, они даже сейчас, даже те, которые уже, может, ушли, некоторые из батальона Чернигов, которые уже дома, они точно так же звонят, там, или мама Таня говорят, или тётя Таня, вот, очень редко, когда меня там, ну просто там Татьяна Николаевна или там просто Таней называют, в основном, я же говорю, даже вот, потом у меня Днепряне, они придумали ТТ, сокращенно, тётя Таня, они вот ещё иногда вот Днепряне, да, Жёлтые воды, вот у них, они меня вот ТТ ещё иногда называют. А посчитать невозможно, невозможно, очень много ребят. Наверняка с ними у Вас связано очень много историй, как весёлых, каких-то радостных, так и печальных. Какая вот Вас поразила особенно, с которой Вы готовы поделиться? Вы знаете, вначале был шок от того, когда мы стали общаться с ребятами, мы садились и думали, а разве у нас в Украине есть такие хлопцы? Ну мы как-то жили в Севердонецке, да, видели своих ребят. Но когда они стали к нам приезжать и стали рассказать свои истории, например, в Черниговском батальоне есть целая династия, там служил папа, дядя и сын. К сожалению, папа уже погиб. Дядя продолжает службу, сын тоже продолжает службу. Есть в одном батальоне мужчина, очень взрослый, у которого 10 детей. Знаете, очень сложно сказать, какая история самая интересная. Я уже говорила об этом. Если вот любой человек, любой солдат, зайдя ко мне в кофейню, и ты просто 5 минут побеседуй с ним, у них у каждого своя история. Есть ребята, у которых нету мамы и папы, и которые пошли воевать. У меня есть мальчик, бизнесмен, который продал 3 фирмы в Киеве. Все продал. Уехал в Щорс, купил дом, разводит собак хаски. И когда началась война, он первый ушел добровольцем. Он нашел у нас в городе Северодонецке свою любовь. Забрал ее к себе в Чернигов. Разве это не история? И таких историй. Я говорю, у каждого солдатика своя история. Есть такие были ребята, которые пришли, говорят, у меня жена, вот мы не имели детей 7 лет. И вот сейчас жена у меня на пятом месяце, а я пошел воевать. Были такие ребята, которые от меня ехали на свадьбу. Вот он пошел воевать. Подали заявление, он пошел воевать. И вот у него там 10 сентября 2014 года была свадьба. Он только освободил Северодонецк и поехал потом на свадьбу. Мы дарили ему подарок от города, чтобы он поехал на свадьбу. И сейчас, кстати, очень часто ребята женятся. Очень часто уезжают. И даже вот здесь находят невест или в своем регионе. Но уезжают, приезжают уже женатые. Но о грустной истории. Вот лично я похоронила 10 ребят. Это те мальчишки, которые приходили в кофейню. А я очень тонко слезы, я всегда очень тяжело их всегда провожаю. Вот, обнимаю, всегда провожаю. Тетя Тань, да не переживайте, мы к вам придем. Вы же знаете, мы когда приезжаем там со станицы, мы всегда стараемся к вам приехать. Потом открываешь интернет или тебе звонят со станицы. И говорят, что этот мальчик погиб. Был даже такой случай, когда сразу 4 хлопчика погибли и привезли их на машине в Северодонецк. Мы побежали, быстро купили венки. Потому что ребят надо было везти в Чернигов. Мы купили венок, чтобы повесить на машину, чтобы сопровождать до Чернигова. Да, вот такие случаи были. Это самые ужасные истории в моей жизни, потому что у меня, слава Богу, все родственники, все живы, здоровы. Но они для нас родные на всю жизнь. Я ихнюю боль воспринимаю как свою. Я знаю, что ваш номер телефона они передают друг другу как оберег уже. Мой номер телефона, да, идет как оберег. И многие звонят уже, даже вот я не знаю, кто мне звонят, говорят, а это там Славик передал или там Сережа передал. У меня даже органы, скажем, которым мы помогаем, всячески помогаем в помощи, в поиске сепаратистов. И даже они, которые приезжают в Закарпатье, с Киева, они тоже уже приходят с моими номерами. Вот мне на память и очень жалею. Вывели Черниговский батальон, вы уже знаете. И вот мальчик мне подарил такой медальон тут с моей группой кровью, что это вот Черниговский батальон, это у всех солдатиков такой есть. Этот крестик я никогда не носила, но вот мне тоже солдатик со Львова подарил. Вот я его теперь ношу как у солдатиков в крестике. Татьяна, за год ваша кофейня превратилась в настоящий военный штаб. Я знаю, что у вас есть полевая почта, вы занимаетесь волонтерской деятельностью активно. Скажите, где вы находите столько сил? Ну, я не знаю. Наверное, надежда на победу, когда мы стали поить ребят чаем и кофем бесплатно вот с 22-го числа, они стеснялись, они там, тетя, ну мы вам там денежки. Я говорю, нет, после победы. Вот после победы. Как только победим, тогда деньги. Тогда деньги. Вот. А я же сразу вывесила флаги. Вот вы, наверное, видели, у меня на кофейне на улице висит флаг Украины и флаг Черниговской области. Ну, я вот для меня, это как уже, знаете, область по братим. Вот. И люди, видя украинский флаг, стали ко мне приходить. Видели машины военные стоят. И вот бабушки, молодежь стала приходить и говорит, ну вот к вам ездят солдатики, давайте мы там чай принесем, давайте мы вам кофе принесем. И получился этот центр случайно. Вот. Потом деток, уже ж у меня очень много, у меня же до этого тоже детки рисовали, у меня же там стены тоже в рисунках. Стали приходить детки рисовать. Мы сделали вот эту полевую почту. Вот. И оно как-то вот все спонтанно. И ты не можешь отказать бабушке, которая не может поехать на блокпост и отвезти, да? Вот. И она вот приносит эту картошечку, там пирожки. Бабушки у нас есть, которые пирожки пекут. И когда говорят, что старшее поколение не поддерживает Украину, это неправда. У меня от трех лет есть такие детки, которые рисуют солдатиком. И есть у меня дедушка, которому, извините, уже там лет 78, но он приносит картошку, помидоры, огурчики. Как может помогает. Как может помогает, да. Ждет пенсии, чтобы прийти помочь. Вот так вот и работаем. Знаете, ребята, с одной стороны, очень тяжело через себя пропускать. Когда ты имеешь информацию, когда они приезжают, они рассказывают. Мы же тоже часто ездили на станицу Луганскую. Но я очень сильно переживаю. Я когда туда езжу, я смотрю, в каких они условиях живут, как им там тяжело, какой у них там быт. Очень сильно переживаю. И когда они приезжают в кофейню, рассказывают, с одной стороны, тяжело, а с другой стороны, идет какая-то подпитка и какая-то сила, что надо им помогать. Что, ну а кто, если не мы? И я один раз, я не имею права даже на кофейне флаг снять. Я когда-то опоздала. Я была на станице Луганской, и я опоздала. У нас ребята попали в аварию, и мы ждали скорую. В общем, это связано было с больницей, с ранеными хлопцами. И полдня не висела флага Украины на моей кофейне. Мне поступило звонков 30. Ты где? Ты убежала из города. То есть вот по этому флагу ориентируются. Люди понимают, что если вдруг что, мне придется уехать из города, значит, не будет флага. И я поэтому не имею права его пугать людей. То есть я должна, заболела я, не заболела, уехала я, не уехала, флаг должен висеть. Единственное, я его на ночь убираю, потому что у меня воровали. Два раза у меня в кофейне, даже днем снимали украинский флаг. Так что ребята нам помогают в плане моральности. Иногда плачем, иногда смеемся, переживаем. Есть ребята, которые передают чашечки кофейные в кофейне. Это вот мамы звонят, я многих мам по имени знаю. Ну как можем, вот так вот общаемся, поддерживаем их. Главное их обнять, поцеловать, что-то хорошее, доброе сказать. Что за этот год изменилось в Северодонецке, а главное в его жителях, отвечают сами горожане. Смотрим. Это радость, это свобода, это ощущение свободы, что мы наконец-то стали свободны от всего этого ужаса. Люди стали более патриотичны. Мой город это украинский, никакие ни ЛНР, ни Россия. Результат видно, как мы жили до и после, и как живут сейчас там, по той линии фронта. Можно сказать, что в Северодонецке жизнь намного тише и спокойнее, чем в Луганске, даже несмотря на то, что он находится буквально в 30 километрах от линии фронта. Здесь более, как бы, лучше социальные условия для жизни по сравнению с Луганском, который там сейчас. Больше стали проявлять себе патриоты. Это в первую очередь, больше стало мероприятий, посвященных Украине. Северодонецк – это Украина, и я хочу жить в Украине. Татьяна, вы поддерживаете эти ответы? Конечно, поддерживаю. Я хочу, чтобы их больше вообще было. Понимаете, вот я с каждым днем наблюдаю. Вначале я очень обижалась на людей. Я не понимала, ну как это можно не любить Украину, ну ты же здесь вырос. Ну, на таком процентном соотношении и останется город. Ну, я сейчас, судя даже по своей кофейне, что мне перестали уже так рьяно угрожать, если раньше люди шли, косились на флаг, переходили на другую сторону улицы. Их становится меньше. Люди понимают, что все работает, что у нас в городе все есть, можно устроиться на работу. Очень много переехало из Луганска к нам. И у меня очень много клиентов с Луганска, которые приходят, вот можно мы у вас посидим вот так вот уютно. Я считаю, что какие-то маленькие, конечно, сдвиги, но люди начинают понимать. Начинают понимать, что в мире жить лучше. Спасибо вам за интересную беседу. На этом наша передача заканчивается. У нас в студии была известный волонтер Татьяна Белянская. Оставайтесь с телеканалом НОТ и Радио Пульс. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин